70 лет назад умер Сталин. Его уход из жизни до сих пор привлекает внимание историков и литераторов. Многие утверждают, что он был не молод, сказалось нечеловеческое напряжение военных лет. Что у него в конце 40-х годов произошло несколько микроинсультов, и его смерть была вызвана истощением жизненных ресурсов его организма. Некоторые исследователи считают, что Сталин был отравлен, и возлагают вину за это кто на Хрущева, кто на Берию, кто на Маленкова. А некоторые считают организаторами отхода или отстранения Сталина от власти группу Сталин, Совета по психологической стратегии США. Не исключено, что Запад имел своего человека в высшем политическом руководстве СССР. Сталин об этом догадывался и готовил реорганизацию органов власти и управления СССР. Уже издано свыше 50 книг по данной теме. Изучив большинство опубликованных материалов по данной теме, публикации Николая Добрюхи, Абдурахмана Автарханова, Юрия Мухина, Никиты Хрущева, Юрия Жукова, Сергея Кремлева, Николая Сапелкина, Елены Прудниковой и другие. Мне хотелось бы высказать и свои соображения по данному вопросу. Еще на 19-м съезде КПСС прозвучали идеи Сталина о необходимости серьезных и коренных, хорошо подготовленных, кадровых, организационных и системных перемен в СССР. Это касалось в первую очередь изменений в высших органах власти. Об этом пишут в своих исследованиях историк Юрий Жуков, Юрий Мухин и писатель Сергей Кремлев, Брескун. К 1953 году в узкий круг советского руководства входили Сталин, Берия, Маленков, Булганин, Хрущев, так называемая «пятерка». Но Хрущев, курировавший в ЦК развития сельского хозяйства, начал утрачивать доверие Сталина. Сталин начал готовиться к отстранению Хрущева и начал формирование руководящей тройки Берия, Маленков, Булганин. Решающие действия должны были состояться в марте-апреле 1953 года. На заседании Бюро-президиума ЦК КПСС 26 января 1953 года с секретарями ЦК было принято следующее постановление – поручить тройки в составе Т. Т. Берия, председатель, Маленкова, Булганина, руководство работой специальных органов по особым делам. Таким образом, Хрущев был вышвырнут из доверенного руководства Сталина. Положение Хрущева в феврале 1953 года осложнилось. К этому добавилась и личная ненависть Хрущева из-за старшего сына Леонида, который был расстрелян за совершение двух воинских преступлений. Таким образом, личным интересам Хрущева отвечала только смерть Сталина. Образование тройки насторожило Хрущева, руководителя МГБ Игнатьева и других скрытых агентов влияния Запада в окружении советского руководства. Интересы Хрущева и Игнатьева таким образом совпадали. В феврале тройка собиралась четыре раза, пятое ее заседание было назначено на 2 марта. Но решение о проведении заседания тройки было назначено для отвода чужих глаз, так как Сталин планировал на 2 марта заседание Президиума ЦК. На этом заседании Сталин намеревался сместить с поста МГБ Игнатьева объединение МГБ СССР и МВД СССР и передачу этого нового министерства Берии. Одновременно первым лицом в партийном аппарате должен стать Маленков. Сталин хотел возвысить роль органов советской власти до уровня реального государственного управления при сохранении за КПСС идейного руководства. Причем роль советов принципиально и быстро изменялась путем простого решения. Во главе советов должен был стать сам Сталин. Депутаты Верховного Совета СССР с 20-х чисел февраля уже начали съезжаться в Москву. Сталин готовил заседание Президиума ЦК в обстановке строгой секретности. Не было ни письменных приглашений, ни телефонных звонков. Военных Жукова, Василевского, Конева и Тимошенко оповещали особо доверенные лица и Василий Сталин, который также лично съездил к Собурову, Швернику, Вышинскому и, вероятно, Шипилову. Все были предупреждены, что время и место встречи будет подтверждено по телефону. Несколькими словами, ничего не значащими для непосвященных. 17 февраля Сталин был последний раз в своем кремлевском кабинете. Находился в отличном тонусе. Вначале принял посла Индии Минона, затем председателя Всемирного Совета Мира доктора Сейфуддина Качатлу. Однако чем-то был озабочен и рисовал в своем блокноте, заметили посетители, серых волков. А с 22 часов 15 минут до 22,30 минут принял тройку Берия, Маленкова, Булганина, которые были последними, кто входил в кабинет при живом хозяине и по его приглашению. Но как не скрытно готовилось совещание, информация о нем просочилась заговорщикам. И они пошли, что называется, ва-банк. К этому времени Сталин был обложен как медведь в берлоге, людьми, рвущимися к власти или желавших ее сохранить. Начальник охраны Сталина, генерал Власик, сидел в тюрьме. Поскребышев был отстранен от работы. Комендант Кремля Косынкин внезапно скончался 17 февраля. Вскрытие установило отравление. 22 февраля 1953 года по МГБ был издан приказ номер 17. Этот совершенно секретный приказ был разослан по всем управлениям МГБ о немедленном увольнении всех сотрудников еврейской национальности, вне зависимости от должности, возраста, заслуг. Уже 23 февраля все они были уволены по сокращению штатов и должны были сдать дела в течение одного дня. Николай Новик, исполняющий обязанности руководителя управления охраны МГБ, был госпитализирован 27 февраля и прооперирован. Частично была заменена и охрана на ближней даче. Валентине Истоминой, которая вела хозяйство на даче, 28 февраля и 1 марта дали выходные дни. Проследим последние дни жизни Сталина. Исследователи провели реконструкцию событий с 27 февраля по 5 марта 1953 года. Достоверно известно, что Сталин вечером, в пятницу 27 февраля, был в Большом театре, смотрел балет «Лебединое озеро». Этот балет стоял в репертуаре, и Сталин смотрел то, что стояло в репертуаре. Хотя этот балет в дальнейшем стал символичным, в период смены руководства в СССР его часто показывали по телевизору. Решающим был день 28 февраля. Утром 28 февраля Сталин позвонил дочери Светлане и поздравил ее с днем рождения и пригласил ее в воскресенье, 1 марта, с внуками на Большую дачу. Сказал, что и Васю пригласил вместе с детьми. После 11 часов 28 февраля Сталин был изолирован от внешнего мира на своей даче. Телефоны его были отключены. Он никому не мог позвонить. Дальше о событиях 28 февраля участники событий и исследователи рассказывают по-разному. В своих воспоминаниях Хрущев пишет о встрече со Сталином, Маленковым, Булганином и Берия в его кремлевском кабинете, после которой якобы Сталин пригласил их на ужин, на ближнюю дачу. Это ложь. И она опровергается анализом журнала посетителей кабинета. Не было и тайной вечери. Это подтверждается сохранившимся меню на вечер 28 февраля. Но сохранились глухие сведения о том, что 28 февраля гости у Сталина все же были. По одним сведениям, к Сталину приезжали Хрущев и Игнатьев. И это очень похоже на правду. Что произошло 28 февраля между ними на даче, не скажет уже никто. Но, скорее всего, заговорщики приезжали, чтобы осмотреться и принять окончательное решение о том, жить Сталину или не жить. По сведениям писателя Владимира Успенского, опубликованных на страницах его книги «Тайный советник вождя», вечером, 28 февраля, на даче, состоялось незапланированное для Сталина заседание Бюро Президиума ЦК КПСС. Присутствовали Берия и Маленков, Каганович и Микоян. Были, возможно, Хрущев и Булганин. Атаку на Сталина вел Каганович, поддерживаемый Микояном. Каганович резко, в ультимативной форме, потребовал немедленно закрыть так называемое Менгрельское дело, грозившее неприятностями Лаврентию Берия, не устраивать открытого процесса по делу и прекратить критические нападки на органы госбезопасности, на их руководителей. Упомянул он и приказ номер 17 по МГБ. Берия, Хрущев и Маленков отмалчивались, а Микоян, которого Сталин считал своим другом, заботливо посоветовал уйти в отставку со всех постов и отдохнуть. Сталин был потрясен, но не взорвался, а, чтобы выиграть время, обещал обдумать все поставленные перед ним вопросы. После горячей перепалки страсти утихли, участники заседания разошлись мирно, распив на прощание несколько бутылок вина. После этого Сталин в 5 часов утра пошел спать и якобы отпустил отдыхать охрану во главе с офицером Иваном Хрусталевым. Об этом весь наряд потом утверждал в один голос, хотя на посту они вряд ли бы уснули. Когда в 10 утра у Хрусталева вахту принял Михаил Старостин и его наряд, Сталин еще спал. 1 марта начала вещание на Советский Союз радиостанция «Свобода», созданная и финансируемая американскими врагами СССР. И в одной из первых передач диктор «Свободы» ликующим голосом сообщил о смерти Иосифа Сталина. Эту новость, торжествуя и радуясь, подхватили и разнесли по свату «Голос Америки», «Голос Израиля», «Би-Би-Си». Но Сталин еще был жив, но чувствовал себя неважно, болела голова. Ночью его вырвало с кровью. Лицо было багровое, в глазах красные прожилки. Однако категорически отказался. Даже пошутил. На Кавказе, мол, старики, долгожители исцеляются вином и чистым горным воздухом. Закутавшись в бурки, сидят возле дома, в саду. Сталин закутался в тулуп, посидел на террасе, почувствовал себя лучше, выпил вина и незадолго до полуночи пошел спать. И только утром 2 марта Сталин потерял сознание. Об этом свидетельствует журнал Сталина, который начали вести в 7 часов утра 2 марта 1953 года. В журнале записано, что Сталин пытался что-то сказать Маленкову и Берии. По одним сведениям, на дачу выехали министр здравоохранения Третьяков и главный терапевт Минздрава Лукомский. По другим приехали академик А. Л. Мясников, Лукомский, Тареев. Василий Сталин сообщил о случившемся членам бюро ЦК КПСС. И он первый выдвинул версию об отравлении своего отца. Что было дальше, всем хорошо известно. Но еще 3 марта при живом Сталине наследники разделили власть. Из руководящей тройки выпал Булганин и вошел Молотов. На бюро президиума, по предложению Берии, председателем Совета министров и секретарем ЦК стал Маленков. Берия стал министром МГБ и его первым заместителем, Хрущев, вторым секретарем ЦК. 4 марта на совместим заседании президиумов ЦК КПСС и Верховного Совета передел власти был утвержден. 6 марта 1953 года Советское радио сообщило о кончине Иосифа Виссарионовича. При вскрытии Сталина уже на следующий день после похорон. 10 марта открылись двери тюрем для тех, кто поддерживал Берию и Маленкова. И начались гонения на искренних сторонников Сталина. Только в столице было ликвидировано 5 центральных военных газет. В 1976 году на Западе была опубликована книга американского исследователя Авторханова «Загадки смерти Сталина», который выдвинул версию, что организатором отравления Сталина был Берия. Такую же версию выдвинул в своих мемуарах Хрущев, который говорил о том, что Берия, которому до дачи Сталина было ехать 15 минут, ехал 2 часа, а когда приехал и увидел лежащего и храпевшего на диване Сталина, сказал, что товарищ Сталин спит. Мол, так Берия сделал, чтобы Сталину не была оказана помощь. Почти такую же версию выдвигает Мухин, только он рассказывает о приезде по вызову охраны министра МГБ Игнатьева и Хрущева, которые сказали, что Сталин пьян, и предложили охране дать ему выспаться, тем самым задержали оказание Сталину медпомощи. По мнению историка-исследователя смерти Сталина Александра Дугина, заключение переписывалось три раз. В первом из них профессор Лукомский писал о желудочном кровоизлиянии. В истории Сталина нет таких сведений, что у него был слаб желудок. Только во втором и третьем заключении появилось заключение об инсульте. Николай Добрюха считает, что Сталина отравил Берия. Якобы Сталин был отравлен еще 28 февраля. Он выпил минеральной воды, три бутылки которой стояли в малой столовой на тумбочке. Одна бутылка была с нарзаном и две боржоми. Сталин выпил полбутылки боржоми и сразу же упал на пол от отравления, так как яд подействовал моментально. Но в акте изъятых вещей было указано только две бутылки. Отравление Сталина, скорее всего, обеспечили люди зам. Министра МГБ, Хрущевца, Реснова, отвечавшего за охрану Сталина по прямому указанию Хрущева и Игнатьева. О том, что Сталину помогли отправиться в мир иной, свидетельствуют следующие факты. Профессор Русаков не согласился с заключением консилиума и составил свое письменное заключение о том, что Сталин был отравлен цианидами. Через три дня профессор умер. На его квартире были проведены обыски и изъятие документов. О том, что заключение о причинах смерти Сталина сфальсифицировано, свидетельствует факт исчезновения изъятых органов для более углубленного анализа, которые должны были храниться семь месяцев. Сотрудники наружной охраны, стоявшие у ворот, очень скоро ушли также из жизни, покончив якобы с собой. Были арестованы Огольцов, куратор секретной лаборатории МГБ и Сталина, Смирнов, заведующий секретной лабораторией Ядов, Майроновский. В 1954 году все, делавшие вскрытие тела Сталина, были арестованы и отправлены в ссылку на Север. Кому же было выгодно устранение Сталина? Таков главный принцип следствия по римскому праву. Кто получил больше всех власти в результате ее передела? Историки Мухин, Жуков, Кремлев считают, что 2 марта на планируемом Сталином заседании Бюро и Президиума ЦК КПСС должен был решиться вопрос о переформатировании власти. Сталин должен был возглавить советскую власть, Берия, Совет министров СССР и МГБ, Булганин, возможно, зам Сталина по Верховному Совету и должен возглавить военное министерство. Маленков должен был возглавить секретариат ЦК КПСС. Косыгин должен был возглавить Газплан СССР. Таким образом, в результате смерти Сталина больше всех терял Берия, не только пост председателя Совета министров СССР, но и надежду получить этот пост в дальнейшем. На этот пост его мог продвинуть только Сталин своим авторитетом. Больше всех от передела власти выиграл Маленков. Сразу два поста – секретарь ЦК и председатель Совета министров СССР. Хрущев, едва не вылетевший из обоймы власти, стал секретарем и вторым человеком в ЦК, членом Президиума. Игнатьев, креатура Хрущева, освобожденная от руководства МГБ, получил пост секретаря ЦК, но стараниями Берии, приказавшего расследовать дело в течение двух недель. Игнатьев был скомпрометирован, так как доказательств вины не было, и они были освобождены. После того, как доказательств не было найдено, Берия произвел арест Рюмина, инициатор этого дела, требует разрешения ЦК на арест Игнатьева, но Президиум ЦК не дает разрешения. Но освобождает Игнатьева от должности секретаря и выводит из членов ЦК уже 5 апреля 1953 года и отправляет секретарем в Татарстан. А в 1955 году, в возрасте 55 лет, отправлен на пенсию. Вероятно, он находился за какие-то заслуги под защитой Хрущева. Берия инициирует начало расследования состояния охраны Сталина с 20-х чисел февраля до смерти Сталина. Берия не сомневался, что Сталин пал жертвой заговора. Для проведения расследования вывозит всю мебель с дачи для исследований. И он не мог не задумываться, что будет дальше с ним, так как мог выйти на следы отравителей, а может быть, уже и вышел. Но он пережил Сталина только на несколько месяцев, точнее, на 112 дней. Восстанавливает свою власть и влияние молотов Микоян Каганович. Большинство исследователей считают убийцей Сталина Хрущева. Он и сам проговорился об этом на Западе. Об отравлении Сталина говорил и Микоян. Итак, в начале марта жизнь Сталина оборвалась. По сей день спорят исследователи, когда и как она оборвалась. Хотя наиболее важным является вопрос, почему она оборвалась. Сергей Кремлев в своей книге «Зачем убили Сталина» дал развернутый ответ на этот вопрос. А если сказать кратко, то можно сказать, что убили потому, что Сталин был наиболее выдающимся организатором процесса создания могучей российской державы, собирателем ее земель, утраченных в начале 20 века. Цитата, «А раз могучий, значит союзный, советской, социалистической и республиканской». Этого врагам России не надо было. Как внутренним, так и внешним. Вспомним еще раз об Американском Совете по психологической стратегии, созданном в 1951 году, а принятом в том же году, в США законе о мощном финансировании подрывной работы в СССР и о группе Сталин, образованной внутри Совета по психологической стратегии США. Обеспечить отход Сталина от власти можно было, только убив Сталина. Но этого было мало. Дело Сталина мог продолжить только Берия, если бы его товарищи поддержали его, а не предали и его, и дело Сталина. То есть замаскированное убийство Сталина на рубеже зимы и весны 1953 года и прямое убийство Берии летом 1953 года сегодня можно и нужно рассматривать не просто в неразрывной системной связи. Эти два убийства надо рассматривать в прямой организационной связи друг с другом, как две последовательные стадии одной и той же специальной операции США по созданию условий для будущего краха социализма. И проведена была эта операция совместно с Западом и внутренними агентами влияния Запада в СССР все это версии, а истина, как всегда, где-то рядом.